Расскажи анекдоты за работой бабла. Участники сбрасываются по одной тысяче рублей, рассказывают по кругу анекдоты, байки или истории. После каждого круга выбрасывают самого несмешного. Победитель забирает все. Анекдот до слез 9. Сейчас будет разъеб, с тебя и начнем. Прикольно. Давай, с тебя и в эту сторону. Подождите, мы еще деньги не положили. Деньги! Точняк деньги. Спасибо. Че приехали-то? Ребята, скидываемся по одну тысячу рублей. Шляпный круг прошел. Что это? Чуть на стол не забрался. 6 тысяч рублей за 100 бутылок. С тебя начинаем. Мы начинаем с Лены. Она рассказывает первый анекдот или байку. И посмотрим. Ладно, я не знаю, что это точно не байка. Чуточку музыкальности добавим, да? Он твой мальчик, ты его девочка. Он обманщик, да и ты не припевочка. Извините, пожалуйста, а можно нам другого сотрудника ЗАГСа? Спасибо. Ну так надо, как бы, ну, надо додумать, да? Чуточку. Да, 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 да. Как бы я не хотел, чтобы девочки... А можно другого регистратора, да? Можно регистратора? Вань, ты? Анекдот с тебя? Стучат в дом Дракулы. Кому еще раз в дом? В дом Дракулы. Графа Дракулы. А, вампиру. Стучат к вампиру. Бах-бах-бах-бах-бах-бах. Открывается щелочка. Сынок выглядывает. Вы кто? Мои самые страшные враги твоего отца. И там, значит, инквизиция с такими всякими там орудиями и все такое прочее. Папа, папа, к нам пришла. Самые страшные враги твои, сказали. Тех, кого ты больше всего ненавидишь. Че, опять пидорасы на мотороллерах? Ну, хватит. Главный пота. По-европейски, да? По-европейски, да. Толерантненько. Есть, кого выкидывать с первого круга. Пацаны, есть. Я очень хочу. Ты записываешь заметки, да, сейчас? Заметки записываешь? Кидорасы на мотороллерах. Хоть кто-то накидал. Хоть кто-то тебе накидал. Слушай, вот этого у меня хватает под окном. Хорошо. Бей. Петр. Я готов. Давай, жги. Совсем юный артист. Буквально дебют. Пусть будет первый год в театре. Сдача спектакля на художественный совет. Спектакль такой конъюнктурный, про классика. В первой трети спектакля, ни к чему не обязывающая фраза, 15 лет ему было. Он решил, что сегодня его звездный час. Выходит на ван сцену. С жестом так и так, худруку. Со всей патетикой. 15 лет ебумыло. У меня даже запись на телефоне включилась. Вы все подготовились. Ладно. На вас надежда. Спасибо, я чувствую эту поддержку. Посмотрим при голосовании. У, до слез. Ну, все анекдоты же старые, правильно? Не обязательно так говорить слух. Вот. Мужик собирается в дорогу. Приезжает в аэропорт. Такой стоит в очереди. Ну, смотрит, там, гейт 52 открывается через час, блядь. Что делать, говорит? Я схожу в туалет. Говорит, ну, лететь далеко. Там часа четыре, там, не знаю, откуда там. Далеко, в общем, лететь. Часа четыре, говорит. Скажу в туалет. Заходит в туалет такой, садится. Сидит. Ну, чё уж, пидорас на мотороллерах были, а сел срать. Сидит, срёт такой, листает телефон. Тут в соседней кабинке. Здорово. Здорово. Чё делаешь? Ну, блин, сру. Чё, как дела? Тут нормально сейчас, через час самолёт. Марин, погоди, здесь как-то на вопросы отвечает. Понятно. Ну что, хороший, добрый анекдот. Антон. Чё же рассказать, чё же рассказать. Честно говоря. Ладно, я тоже советский анекдот расскажу, старый. Мужик что-то приболел. Закапало у него с конца. Венерическое заболевание. Венерическое заболевание. Да. Ну, и такой перепугался. Приходит к венерологу, он говорит, так посмотрел, посмотрел, говорит, ну, батенька, тут ситуация сложная, надо резать. Говорит, как резать? ну так вот непростое заболевание надо резать сколько резать ну вот где-то четвертиночку оттяпаем да вы чё с ума сошли да ну члена четвертиночку с ума сошли ушел от него ко второму венероволку приходит такой так ну ситуация сложная надо резать сколько резать ну половинку точно вы чё с ума сошли какую половинку находит старого-старого венеролога там еще блин еще ленина лечил дедушка такой старенький сидит в кабинете кто-то заходит вот посмотрите он говорит да и чё говорят говорят надо резать битвах мясники станет и в резку прыгнем сам от палец вот так вот ну что друзья осталось только варвара я не слышал много смеха хорошая программа в этот раз варечка давай мы золотой параду реально у вас есть за всех за что выкинуть может развернем как это называется негатив сделаем ну то есть самый плохой анекдот выигрывает неделю скринила анекдот у меня драматургия по возрастающей не выкидывают и финале разъёб кислов хочет сыграть на понижение ну да лена просто раз ты мне выкинулась таким охеренным анекдотом стратегша давайте варю варь пожалуйста продолжая тему антона про мужиков и врачей мужику запиздёшь отрезали губы нельзя можно можно и голову отрезать мужику запиздёшь отрезали губы нормально начало меня он приходит доктору доктор губы нужны ну никак без губ жить доктор ему ну нету нету у меня вон холодильнике только женщина лежит это без головы половые только если шей никак без губ хирург старался пришивал губы все мужик пошел живет приходит к нему через месяц доктор убирай смысле убирай я там вот старался ювелирная работа убирай не могу смотрю в зеркало и поднимается смотрю на губы трясутся хорошо хорошо смешной анекдот так друзья мои ну что очень сложный выбор как вы будете выбирать не понимаю кто просрал свою тысячу на первом круге у кого кроме губ трясутся яйца я должна кому-то метку метка кому соседу ваня почему голубая от нас тылги ни одного не одного я всех проверил я знаю что ты проверял проверял каждого ваня ты знаешь тебя имиджевая составляющая доброго человека как вот ты скажешь поучаствовал в такой программе я мечтал мечтал о том что вылетит первым все для себя голосовать нельзя к сожалению более кто по твоему мнению рассказал самый не смешной анекдот честно тут поле но тут стратегию же надо понимаешь надо понимать кто тебе самый опасен и и того и вышвыривать я же правильно понимаю потому что анекдоты были ну скажем так говно ровно меня никто не переплюнул голосуй ну так вот просто наугад лёха лёха согласен рост согласен согласен соседу страшно давать может ты обратно отдать да давай кто должен вылететь кого ты здесь не полюбил значит сразу неправильный вопрос знаете как это вот вы коньяк пьете только до обеда или после обеда тоже вопрос на который не хочет давать ответом по-любому подтвердить на люблю всех с кем-то вот познакомился сегодня почувствовал энергию обратно большое спасибо то по твоему мнению говноколик голубой берет в дэвэшника сегодня 2 августа пусть будет у кислого согласен рига это совсем не умористическая составляющая чисто игра в мафию заметили да что здесь деньги когда их выигрываешь от веточка на к обожаю 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 кому ну ладно давайте войне ну вот отлично я поехал варь варенье под сделать интересное предсказуемо я думаю кажется ли интрига как бы пропала твое право но напоминает скучно но я не в этом цеху ребят я поаплодируйте ивану шутка шутка на отход доброе утро а дальше вы как-нибудь сами ваня ты не уходишь на чё я сижу смеешься пытаешь я же буду плакать и в конце голосуешь за самого хренового ох ты были